И всегда они делают то, что делают родители. Это самое главное. Дети, они повторяют за своими родителями. С детьми нужно общаться. То есть нельзя заставлять детей что-то делать, только и все. Например, время надо, давай, я тебя там доставляю, ругаю, убью и так далее. То есть нужно, чтобы они полюбили это, чтобы они сами тянулись, чтобы они сами хотели. То есть, например, в игровой форме ты играешь своим ребенком, сыном. Он тебя любит, ты его любишь. И время намаза зашло, пойдем намаза читай. Я не хочу, сыночек. Пойдем, я тебе говорю за ухо. Сыночек, как я тебя люблю. Как мы с тобой хорошо играли. Как мне хорошо с тобой время проводить. Я также с тобой хочу в раю быть. В рай невозможно зайти без молитвы, без намаза. Пойдем вместе намаз почитаем. То есть как-то вот так вот, чтобы они хотели, чтобы они желали. Мне понравилось, знаете, шейха Саада Шатри. Мы каждый год проводим с Резваном Даниловичем Курбановым, депутатом Госдумы, в Шатри Рамадана, и в Тар, от имени шейха. Там такая интересная история, когда Резван Хаджи полетел в Риад. Говорит, мы когда сидели у принца, и все пошли на обед, а у меня то ли понедельник, четверг, пост, я не пошел. И мы сидим с переводчиком, разговариваем. Шейх говорит, ты чего не пошел? Говорит, я, у меня пост. Шейх говорит, у меня тоже пост. Вытаскивает финик. Говорит, можешь ифтар сделать с этим фиником? Он говорит, да, хорошо. Говорит, положил в карман. Он говорит, а сколько с собой заберешь в Россию, если я тебе дам? Говорит, у нас мы на своем борту прилетели. Сколько дадите, столько я заберу. Две коробки дали. Я их привез. Говорит, ну как я буду? Говорит, в Рамадане около мечести две коробки раздавали. Давай целый ифтар сделаем. И так он разыгрывает путевки, по три путевки. Вот на его ифтаре свой карман, и все полностью это Резван Даниилович делает. И суть в чем, то, что шейх рассказывал, когда мы были маленькими, отец нас всегда брал с собой. Отец нас всегда брал с собой, куда-то там на летние каникулы, куда мы ездили. И мы брали с собой уроки, повторяли. И там останавливались из тираха. То есть по дороге, где-то мы там проводили вот это совместное время с отцом. И намаз читали вместе с отцом. Наутрие намаз, говорит, один раз я проспал. И днем мне отец сказал, говорит, тогда мне было восемь-девять лет, но он мне сказал такую фразу, что после которой я никогда намаз не оставил. А он говорит, ты, говорит, на намазе я себя не увидел на утренамазе. Он говорит, я спал, папа. И он сказал, не ругай меня ничего, но так я сильно отца любил. И он говорит, шуфь, ябуней, салатю катара лак, валакиннаха танфа'ани аинда Аллах. Говорит, смотри, сыночек, твой намаз, он для тебя. Ты не разы кого-то читаешь, он для тебя. Но, однако, твой намаз мне поможет перед Аллахом в судный день. Чтобы все после этого я никогда не оставил. Как прекрасно, как точно слова сказал. Не ругая, ничего. То есть, зная, как я люблю, хочу папе тоже какую-то помощь. То есть, я сейчас знаю, что я намаз читаю, так как меня отец приучил к этому, ему идет награда, субхану будучи, в могиле. Поэтому вот такие вот вещи. И даже с детьми бывает, я иногда там, то есть, что-то вот часто видишь, когда ребенок что-то тебе хочет сказать, а бывает родители сами, как дети, сидят там, не слушают. Да-да, потом-потом, а он что-то важное хочет сказать тебе. Твой сын, например, твоя дочь, что-то хочет дойти до мамы, до папы. А ты не обращаешь него внимания, не слушаешь его. И думаешь, а, он ребенок. Все дети понимают. Все дети понимают и все чувствуют. И, субхану Аллаху, они чувствуют, когда папа послушал. Диалог между родителями и детьми в Коране можно найти между отцом и сыном. Невозможно найти диалог между, скажем, мамой и сыном в Коране. Но есть диалог между Ибрагимом, алей-салям, и Исмаимом, алей-салям, между Лукманом и его сыном, между Нухом и его сыном. То есть, этот диалог, он присутствует. Не просто так. Даже посмотреть на диалог Ибрагима, алей-салям, какой он был диалог дружественного характера. То есть, бывает часто вот некоторых там, когда ты, субординация между отцом и сыном, понятно, но все равно, когда ты стоишь наедине, из Курана, и смотреть в глубину Курана, то у пророков был диалог со своими сыновьями. И он был дружественного характера. Посмотрите на Ибрагима, алей-салям. Я, бунай, о, сыночек, инни арафин манам, инни азбахук. Фанзур ма датара. О, сыночек, Аллах, я виждил во сне то, что Аллах приказал мне тебя принять и тебя в жертву. И потом, что говорит стражу? Фанзур ма датара. Как ты на это смотришь? Посмотри, подумай. То есть, хотя уже Аллах ему приказал, субхану ва-те-Аля, и он бы не отказал, он бы сделал это, он бы выполнил бы приказ Аллаха, это пророк, постанник Аллаха. Но, несмотря на это, он все равно своему сыну в 8-летнем, 9-летнем возрасте говорит, как ты сам на это смотришь? То есть, общение. Поэтому ученые говорят, нужно общаться, нужно слушать их мнение. Даже вот в этом возрасте, они так за ухо взяли, пойдем, я тебя потащил, пойдем, все, давай, я не хочу тебя слушать, только я тебе сказал, я тебе приказываю, слушай отца. Нет, как ты на это смотришь? То есть, и Аллах, Субхану, также селил его в сердце, вот это великодушие, что сказал, я... О, папочка, делай то, что тебе повелено, то, что тебе приказано. Иншал, Аллах, ты оставишь меня из терпеливых. Поэтому вот этот диалог, он обязательно должен быть. Обязательно должен быть. Я сам к себе обращаюсь и к родителям, мы должны общаться с детьми, должны слушать их мнение, несмотря на их возраст. И, ахамду, потом они будут вырастут тоже, такими, так скажем, не будут никакими замкнутыми, напуганными, то есть, могут сказать свое мнение. Очень страшно, знаете, очень страшно, когда сын боится подойти к своему отцу и что-то сказать, что-то рассказать. Если он не скажет, он может... Сколько таких вот бед было, потому что, вот опять же, работая имам в мечети, ты видишь то, что родители... Бывают сыновья, боятся что-то сказать. Есть проблемы, у них какие-то там, может быть, какие-то ситуации жизненные, связанные там, употребление каких-то веществ, но они боятся подойти к отцам. Они там бывают к маме, может быть, там не боятся. Иногда боятся, а мама расскажет отцу, почему мы довели до этого. То есть, мы не должны бояться. и потом идут к другим людям, рассказывают, им дают неправильные советы. Поэтому дети должны к нам подойти, что-то рассказать, мы должны дать... Но это может именно произойти в тот момент, когда мы можем выслушать, когда мы сами присутствуем в их жизни. То есть, не просто так на словах, а именно действительно. Поэтому, я думаю, это очень важно, вот как мы родители и для родителей, именно прислушаться к детям, слушать их, дать им возможно высказать, дать им возможность сказать свою точку зрения. Даже если она неправильна потом. То есть, не надо сразу ругать, не нужно сразу. Нужно посмотреть, то есть, он так думает, где-то подправить, направить и так далее.